Всем привет! И в прошлом видео, где я рассказал о том, что я купил сим-карту от BlackRush, я рассказал, что в следующем видео импалу, которую я получил за покупку сим-карты, я прокачаю и продам. Сейчас я забираю с БП Реванца эту импалу, делаю разные скрины. Вот она у меня в автопарке. Сейчас будем продавать. Но для начала, конечно же, затюню. Ну а первым делом я продаю Skyline, который мне также дали за сим-карту. Я не знаю, для стокового Skyline 440 тысяч это много или мало, но у меня было без разницы. Даже если бы пришлось, я бы слил в гос и не расстроился. Мне просто нужны были деньги на тюнинг импалы. Вот я этот Skyline продаю за 440 тысяч. Опять же, не знаю, низкая это цена или высокая. Напишите в комментариях. Честно, я не шарю. Я был очень счастлив, когда получил эту импалу, потому что она очень дорогая. И я был очень рад тому, что я ее продам и обогачусь. Поэтому здесь я просто дарю какому-то новичку, который просил деньги на мечту 50 тысяч. Он мне еще сунул какой-то рюкзак, но он мне особо не нужен. Я хотел ему просто подарить 50 тысяч. Но, в общем-то, обратно он забирать этот рюкзак не стал. Но я себе тоже оставил на память. Первым делом я приехал в СТО, чтобы сделать сюда внешку. И, кстати, посмотрите, сколько на импале разных много деталей тюнинга. Тут я решил раскошелиться и купить не просто то, что понравится, а прям вообще все, чтобы будущему покупателю можно было сюда приезжать и выбирать то, что ему понравится. В общем, я купил здесь прям вообще все, но установил то, что мне больше нравится. Затем я приехал в Стайлинг-центр, и здесь я прям очень много чего поставил. А именно я перекрасил колеса в черный, поставил красную подсветку, в круг затонировал тачку, поставил дальний свет с робоскопа и цвет фар красный поставил. А также я сюда поставил даже гудок и изменил звук выхлопа. Преобразилась после этого тачка прям очень хорошо, но на этом я не остановился и приехал в техцентр, и сюда поставил прошивку спорт. Каждая деталь стоила по 36 тысяч, и путем несложных математических вычислений мы получаем число за спорт. Получается 180 тысяч стоит сюда прошивка спорт. Также я, кстати, еще за 36 тысяч поставил сюда Nitro X10. Ну а теперь давайте замеряем, за сколько времени эта тачка едет до 100. И первый замер у нас идет в стоковом состоянии, на самом-то деле так она достаточно медленная, но все-таки очень старая тачка, и для нее очень даже хорошо до 100 разгоняться за 5 секунд в 20 миллисекунд. Замеряем во второй раз, на этот раз с прошивкой спорт. И так она едет до 100 прям уже ощутимо быстрее, разгоняется всего лишь за 3 секунды 80 миллисекунд. Ну а теперь замеряем, за сколько она проедет до 100 на прошивке спорт и Nitro X10. Я даже не успел договорить, как она развила сотку всего за секунду 80 миллисекунд, прям очень быстро. Я также решил сразу же проверить еще максималку, но, к сожалению, я влетел в столб, и максимум, сколько я успел разогнать, это 300 километров в час. Пока я все это говорил, я уже приехал в шиномонтажку, и сейчас будем делать красивую настройку на импалу. Общий клиренс 30%. Развал передних колес 10%. Развал задних колес также 10%. Все остальное я оставил в стоке. Мне кажется, так она выглядит очень хорошо, а самое главное, колеса за арки не выезжают. Также я решил купить на эту импалу номера. За 75 тысяч покупаю номера, сон, три четверки, может это дешево, может это дорого, но мне, честно, пофиг, мне было не жалко. И вот моя самая главная ошибка, что я вообще сделал не так в продаже этой импалы. После всего тюнинга, который я вам рассказал, нужно было сразу же уехать и продавать эту тачку. Ведь в тот момент, когда я купил эту тачку, то есть получил ее за сим-карту, ее можно было продать даже в стоке, миллионов за 25-30, а в таком состоянии, в котором я ее затюнил, потратив около миллиона, можно было даже продать миллионов за 35-40. Но нет, мне в голову пришла тупая идея из-за коробок выбить сюда прошивку Sport+, ведь коробки здесь очень дешевые, стоят всего по 40 тысяч. Но я подумал, думаю, это выйдет дешево и быстренько выбью отсюда Sport+, и продам эту тачку миллионов за 50. Но вот чего я не учел. Так это того, что оказывается, вывезти отсюда Sport+, очень сложно, тем более 5 деталей, с учетом того, что я уже сюда поставил Sport и с учетом того, что здесь детали могут повторяться. То есть мне может там, допустим, два раза подряд выпасть одна и та же деталь спорта. Или там Sport+, или, короче, в общем-то не важно. Думаю, вы поняли, что я имею в виду. Так вот, рассказывать, как я все эти коробки открывал, я не хочу, ведь это было достаточно долго. В общем, что я хочу сказать, так это то, что не совершайте, в общем, моих ошибок, лучше сразу эту тачку продавайте, либо ставьте Sport+, сразу же за донат. В общем, я около двух дней потратил на то, чтобы поставить сюда прошивку Sport+, и то за эти два дня я потратил примерно 2-3 миллиона, но при этом, блин, я выбил всего три детали, также два раза мне выпала деталь, которая у меня уже была, то есть повторка. Ну и остальные две детали я все-таки не вытерпел и купил за донат. В конце концов, они здесь дешевые, и потратил я на две детали всего 70 блэккоинов. Так вот, в чём же была моя ошибка? Да в том, что за то время, а точнее за два дня, пока я пытался поставить этот Sport+, эта тачка упала в цене в дважды. То есть эта тачка на Sport+, когда я наконец его поставил, стала стоить столько, за сколько я мог её в стоке продать буквально пару дней назад. Ну, то есть около 20 миллионов она стала стоить вот такой фул, кроме лаунчера и донатных стробоскопов. То есть, представляете, сколько времени и денег, так ещё и доната я сюда потратил. В общем-то, если бы я не ставил этот Sport+, я бы мог эту тачку сразу же продать миллионов за 35-40, но нет, блин, так как я сюда решил поставить Sport+, к тому моменту, как я его наконец поставил, она такая вот стала стоить 20 миллионов максимум. По крайней мере, на моём сервере. Я еле-еле её всё-таки продал, сейчас уже скажу за сколько, сейчас только договорю всё, что хотел сказать. В общем, так как я сюда поставил прошивку Sport+, я решил не тормозить и поставить все остальные прошивки тоже. То есть, это Drift и Comfort. И на это ушло ещё немного денег, в принципе, там совсем-то немного, примерно 1500-600. Как я сказал в прошлом видео, где я рассказывал о том, как купил сим-карту, я настоятельно вам не рекомендую держать эту машину у себя, если хотите её в будущем продать. Лучше сразу же продавайте, пока она ещё сильнее не упала, а если она вам понравилась и хотите купить её потом себе дальше, кататься на ней, тогда лучше подождите, когда она упадёт очень сильно в цене, ну и потом уже покупайте. В общем, что вообще делать-то? Просто ждите. Я думаю, буквально через пару месяцев, ближе к лету, эта тачка упадет в цене миллионов до пяти на моём сервере Indigo. Что там происходит на других серверах, я, если честно, не знаю. Тем временем, я наконец поставил Sport+, ну и, конечно же, после того, как я купил ещё и остальные прошивки, я приехал в шиномонтажку и здесь поставил гидру и пневму. Куда уж без этого-то. Раз делать фуловую тачку, то делать до конца. Около двух дней я ещё провозился с её продажей, за это время она ещё упала. Думал, сейчас продам за 30 миллионов торг, потом за 25 миллионов торг. В итоге, начал продавать за 20 миллионов, нашёл покупателя, несколько раз его крашнуло. В итоге, он ещё сторговался до 19 миллионов. Я всё же согласился, не хотел ещё мучиться, потому что я уже честно прям задрался. Ну и, наконец-то, я продаю эту тачку за 19 миллионов. Честно, несмотря на то, что я очень много потратил, я всё же очень рад, потому что деньги для меня очень большие. Кстати, как я понял, так как у него был слабый интернет, как я понимаю, и он часто вылетал, он хотел всё сделать побыстрее, как я понял, он ошибся, и сначала в доплате указал не 19 миллионов, а миллион 900. Я сначала подумал, что это кидало, но на самом деле нет. Потом я сам кинул ему обмен, и сам указал там 19 миллионов, и всё прошло хорошо. Зачем я всё это вообще делаю через обмен? Да потому что госка у этой тачки 300 тысяч, то есть продать её можно максимум за 900. Поэтому я всё это делаю через обмен на ЗАЗ, и доплату в 19 миллионов. Вот такой вышел видос. Наконец-то всё-таки я продал эту тачку, очень рад. В общем-то, всем пока.